В этом зале тепло сегодня, отмечаем мы юбилей. Сегодня у этих ребят уроки необычные, как во всех других школах. Сегодня они учатся не бояться сцены и попадать в ноты. Ученики 17-й школы несколько месяцев готовились к юбилейному дню, а некоторые педагоги шли к нему с момента основания школы. Так Светлана Комарова начала работать в школе с самого ее открытия на улице Беляева. С каждым годом и коллектив, и дети у нас занимали призовые места спортивные, то есть во всех мы участвовали. Я работала в Суре почти на спортивных классах, занимались мы каратэ, ушу. То есть я даже, когда работала с детьми, знала правила по ушу, даже на соревнованиях могла сказать, засудили ребенка или нет. 17-я школа старше своего нынешнего здания. В Череповце учебное учреждение появилось еще в 1963 году на улице Жукова. Первым директором стал Альберт Бахарев, участник Великой Отечественной войны. Тогда в школе было почти 70 классов, но и этого скоро стало мало. Это была уже черта заводская, потому что здание на Жуково. Школа была маленькая, население росло Череповца. Это вообще уникальная вещь такая, что в 1987 году было закрыто где-то около 50 школ по стране. И вот уникальная вещь, что в Череповце школы открывались. Это вот очень интересно. Ну вот поэтому школу перенесли из индустриального района в Заречье. От того времени в 17-й школе осталось несколько исторических экспонатов, которые легли в основу небольшой выставки. К юбилею здесь открыли и своеобразную аллею славы заслуженных педагогов, вспомнили выпускников. Сейчас в 17-й учатся 1270 ребят. Занимаются спортом, побеждают в конкурсах. У нас дети очень активно принимают участие как в общешкольных конкурсах, так и городских, и даже международных. Недавно наши дети, первоклассники, привезли самые высокие награды с международного конкурса преображения, который проходил в городе Санкт-Петербург. Кроме того, в школе проходят ежегодно научно-практические конференции, ярмарки, проекты, где им могут представить свои исследовательские работы. За 30 лет школа стала центром развития одаренных детей. Впереди новые проекты и новые победы. Анстасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости.